Где разрешили продавать марихуану и чему будут обучать дельфинов? Об этом они только смотрите в нашем международном обзоре. Канада грандиозно отпраздновала свое 150-летие. Юбилей на выходных отмечали во всех городах страны. Только в столице Оттавии и ее окрестностях в торжествах приняли участие около полумиллиона человек. Поздравить канадцев приехал также принт Чарльз с супругой. А жители города Виннипег устроили патриотический флешмоб. Оделись в красное и выстроились во всемирно известный символ своей страны – кленовый лист. Наркотики для удовольствия. В американском штате Невада легализировали марихуану. Первые магазины открыли в столице развлечений – Лас-Вегасе. Возле них уже выстроились сотни желающих. Но приобрести каннабис смогут только совершеннолетние и порциями не более 28 граммов. Побаловать себя сигареткой разрешается только дома. За курение травки в общественных местах будут штрафовать на 600 долларов. В центре мексиканской столицы археологи нашли башню из черепов. Сооружение диаметром около 6 метров находилось в углу одного из помещений храма ацтеков – Темпло Майор. Построили такую башню в смерти из 650 черепов. Неожиданно для историков большинство из останков принадлежали не казненным конкистадорам, а женщинам и детям. Вероятно, башня связана с ритуалами человеческих жертвоприношений. Но конкретные выводы будут только после исследований. Дельфины будут спасать вымирающие виды. Этому их обучат военно-морские силы США. Использовать животных спасателей планируют в морских водах Мексики, где живут редчайшие водные млекопитающие – калифорнийские морские свиньи. Дельфины будут их искать и загонять в акваторию водных заповедников. Совместную спасательную операцию США и Мексика планируют начать в сентябре. В естественной среде обитания в северной части Калифорнийского залива осталось менее 40 морских свиней. Умное кольцо разработала американская компания Tokenize Inc. Украшение токен сможет заменить кредитные карты, ключи и любые другие пароли на считывающих поверхностях. Перстень оснащен специальным чипом. И чтобы, к примеру, открыть дверь, кольцо нужно просто приложить к цифровому замку. Устройство оборудовано надежной системой безопасности. Чтобы включить его, нужно пройти проверку под датчику отпечатков пальцев внутри кольца. Разработчики говорят, аналогов ему пока нет. Но и обойдется этот уникум недешево. Цена экземпляра 250 долларов.